Уже на протягу трех тыдня у гомельские прыгажуни рыхтуются до конкурсу в режиме нон-стоп. На великие нагрузки конкурсантки не скардаются, хоть займаться приходится каждый день. Причем не только до филей хореографии, а и у тренажерной зале. Мать и пятерых детей, Алину Малыш, таки расклад неплохая. И она поспевает и нянчить трехмесячную дачку и уделять увагу старейшим детям. Не сидеть дома на диване, а водить их тоже. Какие-то кружки, футбол, танцы. Так как модельная школа, у меня дочка моя выиграла маленькая комельчанка. У нас 27 ноября был конкурс, она заняла первое место. Два сына футболисты, старший сын гандболом занимается, дочка модельную школу. Ну и все они ходят на танцы, уличные танцы, хип-коп, брэк-данс. Головная миссия конкурсу – пропаганда престижу материнства, идеалов миру, добра и прыгажості. А для самих дзялчат гэта махчымыстю бачыць сябе ў новым святле, змяніць абстановку і зарадіцца пазітивам, які часам так патрэбны іму декрэці. А чуць сябе прыгожай, меты накераваны і паспяховай можна ў любым узросте, ў незалежності ад хатніх клопытаў. Это взгляд со стороны на себя, потому что постоянно перед зеркалами, со стороны не каждый день так много себя видишь, смотришь, поэтому начинаешь иногда видеть то, что ранее не видел. У нас очень дружный коллектив, у нас очень все хорошие девочки. Вы знаете, это какой-то стимул просто сюда прийти, и это отвлечение. То есть семья, быт – это всё хорошо, но конкурс – это есть то, что ты немножко подзабыл. То есть во время декретного отпуска есть такое, что женщина немножко уходит в быт, в семью, а это такое отвлечение. Головный приз – ювелирны ў прыгожвані і 5 тысяч рублёв, але сам факту делу ў финале ўжо шма для кого перамога. У кожны ўдельніцы – вялікая група патрымкі зродных, сяброў і калех. Журналісты телерадоакампаніў «Гомель» будуть балець за Евгінію Савіну, редактора Службы інформацій. Але паспяховага выступлэння на конкурсе мы жадаем усім ўдельніцам. Пераможца будзе працтавляць наш город на іншых конкурсах у тым ліку і республіканскім. Имя місіс «Гомель», дарэчы, стане вядома 8-го снежня, калі конкурсанткі выйдуць на сцену обласного драмтеатра і прадемонструюць усе свае талінты.